Новости на восьмом. А значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни города Владивосток. С вами Александр Масликов. Здравствуйте. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Мы не забыли и не забудем. Во Владивостоке торжественно почутили память пограничников, сражавшихся с гитлеровскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Это наша память. А память мы должны хранить. Особенно подвиги, которые живы в нашей памяти должны быть все время. Торговая жизнь приморской столицы. Как новый торговый центр стал причиной негодования жителей улицы Калинина. Люди просто на платную парковку не очень хотят ехать и дворы заставляют. Новая серия проекта «Попробуй на себе». Журналисты восьмого канала пробуют свои силы в виртуальной реальности. Это игра, квест, какие-то там приключения, американские горки. Также в выпуске. Во Владивостоке в среду прошли массовые эвакуации из крупных торговых центров в связи с сообщениями о заминировании зданий. И еще расскажем дух военных лет. На железнодорожном вокзале Владивостока торжественно встретили ретро-поезд «Победа». Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Правительство Российской Федерации направило Приморью почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам завода «Радиоприбор». Ранее с просьбой о предоставлении краю дополнительного финансирования на эти цели в Кабмин обратился глава региона Олег Кожемяка. Средства уже поступили в край. Сейчас власти прорабатывают механизм, по которому будут выплачиваться деньги. В конце 2014 года по вине собственников завод стал испытывать финансовые трудности, а затем прекратил работу. В результате «Радиоприбор» стал одним из крупнейших должников по зарплате в регионе. На середину февраля долги работникам завода превышали 300 миллионов рублей. В марте бывшие сотрудники «Радиоприбора» получили около 90 миллионов рублей долга. Напомним, в настоящее время на базе предприятия создан новый производственный комплекс филиал Дубнинского машиностроительного завода. Здесь трудятся более 400 человек, в том числе бывшие сотрудники «Радиоприбора». Полиция в Приморье начала проверку после обращения туристов, пострадавших от компании «Скайтревел». 17 человек обратились в полицию с заявлением о том, что не смогли улететь, купив авиабилеты в приморской компании ООО «Скайтревел». Компания должна была отправить четыре творческих и спортивных детских коллектива из Приморья на конкурсы и соревнования, но не предоставила им заранее оплаченные билеты в Москву, Сочи и другие города. Общее количество пострадавших превысило 250 человек, а стоимость билетов – 2,5 миллиона рублей. Также стало известно, что Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы в связи с деятельностью компании. Учредители объяснили все произошедшее техническим сбоем, который возник из-за московской компании «Туринфо» группа «РФР», через которую бронировались билеты. Однако в этой компании сообщили, что остановили выписку билетов для «Скайтревел» и аннулировали все неоплаченные брони, так как она не выполняла своих финансовых обязательств. К слову, по информации СМИ, компания продавала авиабилеты по стоимости в среднем на 20% ниже рыночной, что свидетельствует о признаках финансовой пирамиды. Плавучий док водоизмещением в 6000 тонн затонул в Японском море на подходе к одному из портов Южной Кореи. Плавучий док, отданный в Корею из ПСРЗ города Находки, утонул в 30 милях от Южной Кореи. Перед отправкой док отремонтировали. Установили на нем новое оборудование. Суда сопровождал южнокорейский сторожевой корабль. А буксировала док судна, которое по данным Морского спасательного координационного центра Порта Владивосток принадлежит компании «Фемко Менеджмент», зарегистрированной в Южно-Сахалинске. Основной вид деятельности компании – аренда морских судов заграничного и каватажного плавания для перевозки грузов с экипажем. Во флот компании буксир поступил летом 2015 года. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. К другим темам. Во Владивостоке торжественно почтили память пограничников, сражавшихся с гитлеровскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и позже с армией милитаристской Японии. Честь героям отдавали более сотни человек в районе Гайдамака у памятника защитникам отечественных рубежей. В числе присутствующих были ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил, действующие сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, работники Дальневосточной таможни, воспитанники подшефной им детской школы-интерната, а также члены юного погранотряда. У монумента дежурил почетный караул. Подробности у Дмитрия Беломестного. 9 мая – это действительно праздник со слезами на глазах. Радость победы всегда смешана с неутолимой горечью от громадных человеческих потерь. Поэтому этот день на протяжении многих лет предвосхищают мемориальные акции в честь погибших в кровавой мясорубке войны. Почтить память защитников Родины у монумента пограничникам во Владивостоке собрались сотрудники таможенной службы и пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, а также ветераны Великой Отечественной. Это наша память, а память мы должны хранить, особенно подвиги, которые живы в нашей памяти должны быть все время. И важна очень преемственность в этом вопросе, преемственность поколений, что мы сегодня и увидели. В мемориальной акции, посвященной 74-й годовщине Победы, В Великой Отечественной войне приняли участие воспитанники патриотических клубов, ребята из школы-интерната номер один Владивостока, подшефной ДВТУ. Вместе с цветами юное поколение дарило ветеранам и слова благодарности, говоря «Спасибо за победу». Хорошее мероприятие, замечательное. Спасибо вам, ребята. Так и старайтесь, живите. В пограничных войсках служил, воевал, ранения имею. Ну, ничего, выздоровел. Легкое ранение было. Зашел я в 43-м году в военкомат в Сросках, и там не поняли. Я сказал, у меня брат звали капитан, а ему показалось капитан. Он говорит, пойдешь служить в пограничные войска. Служил я 44 года. Служил в посетии, служил на шокотании, служил в Владивостоке. Разные должности занимал, особенно на шокотании. Там он и секретарем партийной комиссии, и председателем суда чести младшего акцесса. В общем, все должности прошел. В завершении церемонии память павших пограничников почтили минутой молчания, а бойцы дали в небо несколько залпов военного салюта. Такие мемориальные акции, посвященные победе в Великой Отечественной войне, уже традиция для пограничников и таможенников Приморья. И такая традиция – это и дань памяти, и возможность рассказать о тяжелых страницах истории страны поколениям, идущим на смену. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. До празднования годовщины Великой Победы. И остаются считанные часы. 9 мая в 20 часов мы по традиции выйдем в эфир со специальным выпуском новостей, в котором объединим все главные и важные события празднования. И в течение этой и следующей недели восьмой канал представит героев эпохи поименно. Мы приводим от первого лица рассказы ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. Сегодня свою историю расскажет ветеран Великой Отечественной войны, полковник Григорий Антонович Вакулишин. Он попал на фронт поздно, в 1944 году. Окончил артиллерийское училище и сразу стал командиром. Ему. 19-летнему мальчишке дали командовать взводом, отвечающим за управление артиллерийским зенитным огнем. Это были девушки. Они отважно воевали. Но взвод понес большие потери. 2 февраля 1943 года, мне не хватало 5 дней до 18 лет, был призван в Ленинградское артиллерийское зенитно-техническое училище. Закончил учение младшего лейтенанта в 1944 году. И с июля 1944 года на фронт. Сразу поставили меня командиром приборного взвода в зенитной артиллерии. Взвод девушек. 14 человек девушек. А правда помощник командира взвода. Парень, мужчина был. Я этими девушками командовал. На второй же день, как я приделал этот взвод, налетают немцы, убивают у меня насмерть сразу одну девушку, а вторую тяжелоранить, она к вечеру тоже померла. Еще в феврале 1945 года пришлось участвовать в бою против танков немецких. Один участок очень тяжелый, и там был такой, где немцам обязательно надо было им овладеть, потому что это дорога. Пошли, ну, нас поставили 6 пушек. Ну, и кроме нас, конечно, все противотанки, артиллерии, минометчики стояли, не только наша батарея. На батарее 6 орудий, 47 человек. 9 немецких танков шло против нас. Стреляли мы, стреляли. Бой продолжался около полутора часов. Мне из немцев осталось на поле боя, значит, 5 пушек, 5 танков, остальные там загорели, где ушли. Из нашей батареи, из 6 орудий в боевом строю осталось только 2 пушки. Из 47 человек живых осталось только 18 человек. Остальные все погибли. Из этих 18 человек, только 2 человека, они были ранены. Остальные все были ранены. В том числе и я был ранен. Осколок у меня попал в спину. А на фронте, там нельзя без друзей. Потому что даже Суворов еще такой клик давал. Сам погибает товарища, выручай. Это больше всего старайся помочь товарищу, а он поможет уж тебе. Восьмого, ну, под 9 мая, под Кенисбергом. Снякоть, дождь такой, а мы на походе. На машинах сидим, значит, колонна машин. Колонна остановилась. Слышим, значит, там впереди начали ракеты пускать. Думаю, что такое? А потом слышу по всей колонне. Победа. Что немцы капитулируют. У кого что было, кто пистолет, винтовки, автоматы. Все начали стрелять. А 9-го потом опять днем уже. Это солнышко взошло, значит, нам давали только постограмм на фронте. А тут, значит, 7 по 200. 9 мая. Ну, тут все были общие униживания. Ветеран, участник войны, вам скажет, что самая дорогая для него награда из всех орденов, это та, которую он непосредственно в бою заработал. У меня самая дорогая награда – это медаль за отвагу. Выплату в размере 5000 рублей ко Дню Победы получат в Приморье около 850 пожилых людей. Это участники-инвалиды Великой Отечественной войны, солдатские вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. На дополнительную поддержку этих категорий ветеранов из краевого бюджета направлено более 4 миллионов рублей. Вместе с тем, в списке категорий приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны также значатся жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны боевых действий. Еще федеральный бюджет компенсирует ветеранам войны расходы на коммунальные услуги. Инвалидам и вдовам погибших участников войны выплачиваются ежемесячные денежные выплаты. Кроме того, федеральные средства направляются на улучшение жилищных условий ветеранских семей. С 2008 года начала реализация указа президента РФ в городах и районах Приморья. Новоселье исправили 2300 ветеранских семей. По инициативе губернатора края Олега Кожемяка в конце прошлого года в регионе появилось еще несколько мер социальной поддержки приморцев, чье детство и юность прошли на годы войны. Закон о детях войны закрепил для таких пенсионеров две денежные выплаты в размере 1 тысячи рублей. Льготы по транспортному налогу, а также право на первоочередной прием в стационарных учреждениях социального обслуживания. В среду на железнодорожном вокзале Владивостока торжественно встретили ретро-поезд «Победа», оформленный в духе военных лет. Затем на вокзале у мемориала «Паровоз» прошел памятный митинг с участием ветеранов и работников железной дороги. В составе ретро-поезда советский магистральный паровоз серии «Л» «Лебедянка», разработанный в конце Великой Отечественной войны. Пассажирские вагоны, платформы с образцами военной техники. Автомобиль «Студибейкер-ЮС-6» с установкой БМ-31 «Андрюша». Автомобиль «ЗИС-5В», 76-мм дивизионная пушка, станковый пулемет «Максима», оружие военных лет. 9 мая ретро-поезд на паровозной тяге все желающие смогут увидеть на корабельной набережной города. Главный синоптик края дал прогноз погоды на 9 мая в Приморье. По словам Бориса Кубая, на День Победы в крае и Владивостоке будет преимущественно тепло и без осадков. Небольшие дожди могут пройти только в ночь на 9 мая, сообщил в интервью «Примпогоде» главный синоптик Приморья. В ночь с 8 на 9 мая в Приморье и во Владивостоке возможны небольшие умеренные дожди, кое-где с грозами. Их принесут фронту циклона. Днем 9 мая циклон уйдет на восток к Сахалину, погода в крае улучшится. На юге края дожди прекратятся еще в первой половине ночи, а на севере кратковременные дожди могут еще продолжиться, рассказал Борис Кубай. По словам главного синоптика края во Владивостоке, днем 9 мая осадков не ожидается. Температура в утренние часы будет довольно комфортная – от 10 до 15 градусов тепла. А во второй половине дня воздух может прогреться и до 20 с плюсом. В Приморье в западных районах температура будет высокая, будет по летнему тепло и даже жарко – до плюс 25. А на севере, там где будут кратковременные дожди с грозами, температура будет оставаться в пределах плюс 10-15 градусов. 10, 11 и 12 мая во Владивостоке ожидается без осадков. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой. Торговая жизнь Приморской столицы. Как новый торговый центр стал причиной негодования жителей улицы Калинина. Во Владивостоке в среду прошли массовые эвакуации из крупных зданий торговых центров в связи с сообщением о заминировании зданий. Новая серия проекта «Попробуй на себе». Журналисты Восьмого канала попробовали свои силы в виртуальной реальности. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Торговая жизнь Приморской столицы. Как новый торговый центр стал причиной негодования жителей улицы Калинина. Во Владивостоке в среду прошли массовые эвакуации из крупных зданий торговых центров в связи с сообщением о заминировании зданий. Новая серия проекта «Попробуй на себе». Журналисты Восьмого канала попробовали свои силы в виртуальной реальности. К нам в редакцию поступил звонок от жителей улицы Калинина во Владивостоке, на которой находится торгово-развлекательный комплекс «Калинамол». И попросили разобраться с автовладельцами, которые после введения платы за парковку непосредственно в Калина-Мол стали парковаться внутри дворов, наезжая на газоны и клумбы. Одна из жительниц дома напротив Калинина-8 считает, что владельцы комплекса обязаны были позаботиться о новой схеме движения по двухполосной улице. Каждые выходные здесь возникают пробки, которые тормозят в том числе и городской транспорт. Мы решили проверить все на месте. Подробности у нашего корреспондента. Совсем уже на носу майские праздники. Пройдет бессмертный полк, закончится парад победы и в выходные объектами паломничества для тех, кто хочет расстаться со своими кровными, станут такие места, как торгово-выставочный комплекс «Калинамол». Последний, хоть и открылся недавно и привлек к себе немало внимания платежеспособных горожан, все же успел стать главным героем в скандальных новостных заголовках в соцсетях и на просторах медиа. Сама история открытия ТВК полна курьезов и происшествий. Калина-Мол распахнул свои двери 28 февраля, в четверг, в канун уикенда. И тут же ряд местных СМИ оповестили о том, что центр, цитата, не довели до ума, а прямо у входа в первый день работы были видны остатки бывшей стройки. Интересно, что официальное открытие Мола было назначено на 27 апреля, то есть на два месяца позже фактического. И тут Калина-Мол, что называется, попал в просаг. Информационное агентство «Восток-Медиа» проделало целое журналистское расследование, чтобы выяснить, в течение как минимум двух месяцев у ТВК отсутствовала пожарная декларация. На указанный объект декларация пожарной безопасности в органах Государственного пожарного надзора главного управления не регистрировалась, пояснил собеседнику агентства «Восток-Медиа». Первый заместитель начальника главного управления МЧС по Приморскому краю Павел Шпеньков. Горячие скандалы случались в Калина-Мол и по другим поводам. Так ряд СМИ писал о том, как посетители дискриминировали по автомобильному признаку. Судя по видео из Инстаграм случайных свидетелей, на парковку ТВК не пустили «Мерседес». Однако пустили самих очевидцев. Еще одной скандальной новостью в медиа отозвалась информация о том, что парковку в Калина-Мол сделали платной. 50 рублей за первые два часа и столько же за каждый последующий. Однако даже такая невысокая цена вынуждает некоторых автовладельцев экономить и создавать неудобства другим участникам дорожного движения. Мнения самих гаражан, гуляющих в окрестностях торгового центра, разделились. Мы были раз, люди там были. Вот здесь большая площадка, какие-то скамельчики вроде есть. Ну, так вот, что как вот около черемышек. Вышел, сел, отдохнул там. Хороший современный торговый комплекс. Единственное, что, ну, с парковкой проблемы. Парковок хватает, все хорошо. Фудклор классный. Все, все супер. Люди просто на платную парковку не очень хотят ехать и дворы заставляют. Ну, парковки, они везде, в общем-то, проблемы. Ну, а центр, конечно, сам по себе очень современный, красивый. На данный момент крупнейший на Дальнем Востоке торгово-выставочный комплекс, его площадь больше 100 тысяч квадратных метров, работает в штатном режиме. Периодически на его территории случаются курьезы, однако 122 магазина и 1700 новых рабочих мест все же вносят свой вклад в экономику города. А сама архитектура, что уж тут говорить, радует неизбалованный глаз жителя приморской столицы. Насколько успешен окажется комплекс, покажет время. Восьмой канал продолжает следить за бизнесом и жизнью в городе. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. И в продолжение темы торговой жизни приморской столицы. Во Владивостоке в среду прошли массовые эвакуации из крупных торговых центров в связи с сообщениями о заминировании зданий. В списке оказались Европейский, Авангард, Седанка Сити, Черемушки, Гум, Сотка, Искра, Семерочка, Игнат и Первореченский рынок. На кадрах, оказавшиеся в распоряжении редакции, видно, что у стен ТРЦ толпятся люди и находятся пожарные, скорая помощь и полиция. Как сообщает Реавлад Ньюс, людей из крупных торговых центров эвакуируют по всей России. Массовые сообщения о минировании зданий захлестнули крупные города. Так, сообщения о минировании поступили в 16 торговых центров магазинов Нижнего Новгорода и города Бор Нижегородской области. 10 торговых центров Москвы также получили сообщения о минировании. Напомним, что массовую эвакуацию Владивосток пережил 23 января этого года. Тогда ложные сообщения о минировании в Приморье получили 5 больниц, 26 средних школ, 10 торговых центров, а также муниципальные и краевые органы власти. Письма поступили с разных IP-адресов, которые были зарегистрированы на территории Ближнего и Дальнего Востока. Кинотеатр «Нью-Вейв-Синема» вернул название, утраченное 20 лет назад. С 1 мая 2019 года был запущен проект по возвращению исторического названия кинокомплексу. Поэтому кинотеатр «Нью-Вейв-Синема» во Владивостоке снова переименован в Москву. К слову, единственный кинотеатр Первореченского района ждет перезагрузка. Уже сейчас вокруг кинотеатра идет облагораживание территории. Создается городское пространство с зеленью, скамейками, уличным освещением. В ближайшее время на здании кинотеатра появится новая вывеска. Изменения коснутся и внутреннего интерьера. Первым мероприятием по обновлению кинотеатра станет районный фестиваль «Первая речка», который пройдет 11 и 12 мая на территории вокруг кинотеатра. Еще одни длинные выходные заставят задуматься о досуге многих жителей Владивостока. Поэтому прямо сейчас в нашем эфире моя коллега Анна Бережная подскажет, куда отправиться и что выбрать среди большого числа культурных, развлекательных и образовательных площадок города. Все самое интересное в рубрике «Афиша» прямо сейчас. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о культурных событиях в праздничные дни. Владивосток готов к празднованию 74-й годовщины Великой Победы. В 9 часов состоится возложение венков и цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В это же время у здания «Серая лошадь» начнется построение колонн Бессмертного полка, а в 10 часов стартует Парад Победы на улице Светланской. В 12.00 на Центральной площади Владивостока начнут работать локальные площадки. Состоится праздничный концерт «Весна Победы» с участием лучших творческих коллективов города и края. У гостей праздника будет возможность станцевать вальс и насладиться музыкальными произведениями 40-х годов прошлого века. Акция «Солдатская каша» развернется в Адмиральском сквере в 12.30. Здесь же пройдет танцевальный флешмоб. С 13.00 до 14.30 в водно-спортивном центре ЦСКА пройдет шестой международный победный заплыв. В 18.00 на территории спортивной набережной развернется локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. Реалистичности событию добавляют аутентичные костюмы, тематические экспозиции. В 20.00 на Центральной площади Владивостока начнется вечерняя программа. Завершатся праздничные мероприятия красочным фейерверком в 22.00. На концерт «Песни военных лет» приглашает Мариинский театр. Начало в 17.00. Стоимость билетов от 200 до 600 рублей. День открытых дверей состоится в Музее исторической техники на Садгороде. Гостей будут угощать сладостями и солдатской кашей с полевой кухней. В лекционном зале музея весь день будут показывать кинохронику Великой Отечественной. Будет действовать тир с пневматическими ружьями фотозоны на военную тематику. Также пройдет митинг, участие в котором примет ветеран Великой Отечественной войны Ефим Моисеевич Гольдберг. Полковник запаса и ветеран арктических походов дальневосточного морского пароходства. В войну Ефим Моисеевич служил на танке Т-34, перегонял такие боевые машины с завода на фронт и был офицером связи танкового полка. 15 марта Ефим Моисеевич отметил свой 105-й день рождения. Начало в 9.00. Вход свободный. На концертную программу ко дню Великой Победы «Просто ты умела ждать» приглашает Приморская филармония. В годы Великой Отечественной войны песня духовно обогащала нелегкую фронтовую жизнь, наполняла ее высоким смыслом. Песни вели в бой, объединяли морально и помогали выстоять и победить. Были тем самым секретным оружием, разящим врага. Темы, затронутые в лирических военных песнях, вечны. Начало в 18.00. Стоимость билетов 500 рублей. А театр имени Максима Горького приглашает на спектакль «Заповедные дали» по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник». Талантливый, но не признанный официальным литературным миром писатель приезжает в музей-заповедник Пушкина, где, работая экскурсоводом, надеется хоть на время забыть о своих проблемах с обществом, женой, алкоголем. Начало в 18.30. Стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. Спектакль фэнтези в двух действиях для всей семьи «Алиса в стране чудес» дадут на сцене Театра молодежи. Начало в 18.30. Стоимость билетов от 300 до 600 рублей. Открытие юбилейного 10-го дрифт сезона состоится на Приморском кольце. Начало в 10.00. Стоимость билетов от 1500 до 3000 рублей. Для детей до 5 лет в сопровождении родителей без предоставления сидячего места вход свободный. Выставка участников Владивостокской школы современного искусства «Жили-проживали» пройдет в читальном зале Центра современного искусства «Заря» 11 и 12 мая. Открытие состоится в 19.00. Вход свободный. Спектакль «Лес чудес» в новом и набирающем популярность во всем мире жанре бэйби-театра состоится в Театре кукол. Бэйби-театр – сочетание актерской игры с элементами квеста и анимации. Адресован он самым маленьким зрителям, которые становятся полноправными участниками спектакля. Малыши свободно перемещаются по игровой площадке, изучают реквизиты, декорации, выполняют задания ведущих, участвуют в играх и фотографируются. Вместо традиционных кресел они размещаются на специальных подушках на ковре на стиле. В конце представления детям дарят картинки-раскраски на тему спектакля. Начало в 10.00. Стоимость билетов – 400 рублей. На спектакль «Любовь людей» приглашает театр ТОВ. Герои, жители одной деревни, попадают в настоящий круговорот страстей, отчаянно желая жить нормально. Жена убивает пьющего, избивающего ее мужа, скрывает преступления, выходит замуж за хорошего парня еще со школы ее любящего. Он догадывается о случившемся, выслушивает чистосердечное признание и принимает ее любой. Правда, выжить с грузом этой правды им не дано. Дух убиенного не дает ей покоя. Начало в 15.00. Стоимость билетов – 500 рублей. Районный фестиваль «Первая речка» на территории кинотеатра «Москва» состоится в 12.00. Вход свободный. А всех любителей кошек приглашают на дальневосточную выставку продажу породистых котят в торгово-развлекательном центре Черемушки. Заводчики расскажут об особенностях пород, уходе и кормлению. А для самых маленьких посетителей будет творческий конкурс детского рисунка. На мероприятии соберутся заводчики Амурской области, Хабаровского и Приморского края. Начало в 11.00. Вход свободный. На этом все. Мы поздравляем вас с праздником Великой Победы. Восьмой канал продолжает знакомить телезрителей с новыми сериями проекта «Попробуй на себе». В этот раз журналисты попробовали свои силы в виртуальной реальности. Для этого они отправились в одно из развлекательных заведений Приморской столицы, а именно в квест-кафе. Что из себя представляет путешествие в искусственное 3D-пространство и какие эмоции ждут исследователей в мире VR-технологий, расскажут Евгений Черемухин и Максим Яковлев. За последние годы в крупных городах стали популярны три вида развлечений. Это квесты в реальности, игровые пространства, а также VR-клубы, в которых есть шанс прочувствовать на себе все современные компьютерные технологии. Квест-кафе во Владивостоке решила объединить все эти тематики в одном помещении. Само кафе популярно. Популярно, прежде всего, среди аудитории детской и подростковой. То есть, соответственно, здесь у нас можно отпраздновать день рождения, то есть поиграть в разные игры. Ну, то есть, кроме виртуальной реальности, можно еще полноценно провести день рождения, поиграть в приставках, настольные игры. Одна из самых популярных комнат здесь – именно отделение с виртуальной реальностью. В специальных шлемах можно не только поиграть в обычные игры, но и попробовать свои силы в эксклюзивных квестах, где порой понадобится даже помощь товарищей. У нас, соответственно, есть пять квестов на разные тематики, то есть для разной аудитории. То есть есть космический квест, есть квест по мотивам Алисы, есть для людей, которые любят что-то пострашнее, майнд-хоррор. Ну и кроме того, кроме квестов, у нас есть еще порядка 70 разнообразных игр коротких. То есть там как игры на несколько участников есть, так и там игры, где можно поиграть в одиночку. Опа! Нет, он близко, он близко. Господи! Мадрегой большой идет! Необычно, потому что ты действительно погружаешься в ту среду, в которую тебе, собственно, загружают. Это игра, квест, какие-то там приключения, американские горки. Это может быть одновременно и страшно, и захватывающе, и может быть интересно. Ты вообще теряешься, что ты находишься действительно просто в комнате, там сидишь на кресле. И зря меня не взяли в армию, потому что дай мне лук, и я бы со всеми разделался вообще легчайше. Оказалось, что Максим был бы не только незаменимым воином в средневековье, но и отличным астронавтом. Необычный квест в космосе, например, проходится сразу с несколькими людьми, а сам сценарий занимает порой немало времени. Именно поэтому для полных ощущений лучше приходить сюда с друзьями. Так, заходим. О, нет, нет. Какой же я жирный. Многие иногда интересуются, укачивает ли, или там кружится голова. На самом деле мне было вполне комфортно, там, хоть сидя, хоть стоя, себя контролируешь, несмотря на там, там, американские горки, или там какие-то сражения с драконами. Игры и квесты проводятся в самых лучших шлемах виртуальной реальности Oculus Rift с джойстиками Oculus Touch. А покушать тут есть что-нибудь? А также с датчиками движения рук Leap Motion, поэтому игра воспринимает практически все тело. Справа по курсу набегают. Мой любимый тамагавк снова прилетел мне в голову. Ну а отдохнуть после VR-приключений можно прямо здесь же, за другими развлечениями, приставкой и даже самодельными настольными играми. Работает квест-кафе с 9 утра до 9 вечера. Здесь, на советской 2А, всегда увлекательно. Во Владивостоке стартовал сезон тенниса на свежем воздухе. Открытые площадки на Тополиной аллее приняли первенство при море среди юношей и девушек. Крупные соревнования собрали порядка 80 участников. Подробнее о теннисном турнире расскажет Максим Яковлев. Как говорят сами теннисисты, соревновательный сезон идет практически круглый год. Пока холодно, ребята играют в крытых кортах. Теперь же, под конец весны, появился шанс выйти на свежий воздух. Открывает уличный сезон первенство при море среди юношей и девушек. Сегодня у нас соревнования детско-юношеские, российского теннисного тура. География очень широкая, участников, дальневосточная. Погода Приморского Владивостока благоприятствует, настроение хорошее. Вот зелень, корты грунтовые, прекрасно. Грунтовое покрытие, к слову, обязательное условие. По регламенту абсолютно все игроки должны выступать на одном типе площадок. Поэтому за кортами пристально следят, а в перерывах и вовсе увлажняют и выравнивают. Здесь, на Тополиной аллее, пятидневные состязания собрали порядка 80 участников. Среди них и самые юные новички, и довольно опытные ребята с внушительным рейтингом. Особый интерес в открытии уличного сезона проявили именно приезжие теннисисты. Привез я конкретно одного подопечного своего, как раз, играет на той стороне. Ну и следом, после этого турнира поедемся на чемпионат России. Будет представлять Дальневосточный федеральный округ. Да, я набираю рейтинг. Я сейчас играю в РТТ. У меня 148 очков. На улице удар идет немного послабше. Ну, надо подстраиваться под ветер, чтобы мяч как не сдуло. Вот так вот. На улице мне нравится больше, потому что... Ну и на грунте играть тоже нормально. Владивосток тоже представил внушительный состав. Самое интересное, что ярче всего себя показывают юные теннисисты в возрасте до 12 лет, которые находятся даже в топе по всей России. Этих ребят уже летом и осенью ждет во всех смыслах жаркий сезон. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Во Владивостоке в среду прошли массовые эвакуации из крупных торговых центров в связи с сообщениями о заминировании зданий. Во Владивостоке торжественно почтили память пограничников, сражавшихся с гитлеровскими захватчиками и милитаристской Японией. Дух военных лет. На железнодорожном вокзале Владивостока торжественно встретили ретро-поезд «Победа». Правительство Российской Федерации направило Приморью почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам завода «Радиоприбор». Новая серия проекта «Попробуй на себе». Журналисты восьмого канала попробовали свои силы в виртуальной реальности. Здоровый образ жизни. Во Владивостоке стартовал сезон тенниса на свежем воздухе. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы сможете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Выставка «Тайные знаки. Скрытые смыслы» работает в эти дни в главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи. Проект, посвященный западноевропейскому натюрморту от 17 до 20 века, собрал полотна из музейных и частных коллекций. Посетителям представится уникальная возможность познакомиться с экспонатами из частных коллекций Москвы, недоступными большинству зрителей. Дополняют выставку прекрасные образцы серебряной посуды. Полотна художников не только с ботанической точностью показывают богатство растительного мира, но и зачастую несут послания, зашифрованные с помощью языка цветов. На «Тайные знаки» и «Скрытые смыслы» смотрим прямо сейчас вместе и без комментариев. С наступающим праздником! Успехов и хорошего настроения! С вами был Александр Масликов. Увидимся на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok